Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новость Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. На повестке август – самый непредсказуемый месяц курортного сезона. На страже чистоты. Благодаря им Анапа выглядит достойно. О бесперебойной работе служб жизнеобеспечения в пик курортного сезона шла речь на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И обеспечению пожарной безопасности под председательством главы Анапы Сергея Сергеева. Первый и самый главный на сегодняшний день вопрос – водоснабжение курорта. Какие меры принимает Анапский водоканал, чтобы решить проблемы нехватки воды, доложил руководитель предприятия Ярослав Царевский. Введен в работу новый объект в хуторе Воскресенском. Дополнительный объем воды город получает от частного водовода. Параллельно с этим водоканал всерьез взялся за нелегалов. Тех, кто занимается хищением или в разы превышает допустимые лимиты. Есть такие абоненты, которые потребляют воду в 3-4 раза больше установленных своих лимитов. К сожалению, это бичи огромнейшие по Витязево, по Пионерскому проспекту. Также Пионерский проспект отличается у нас тем, что осуществляет полюсовые зеленые насаждения. С этим мы тоже боремся. На сегодняшний день нами введены ограничения аквапарков, также составлен фотоматериал, составлены акты. И это все имеется. Полное ограничение лимитов, установленных в технических условиях. Они больше лимитов потребляют? Однозначно, потребляли больше. Мы их ограничиваем. Я об этом 10 дней говорил, ограничили только вчера. Работу по выявлению и пресечению фактов нелегального потребления воды надо продолжать, подчеркнул глава Анапы. Еще одно поручение для Царевского – разработать и внедрить инвестиционную программу. Технические условия должны выдаваться по утвержденному советам депутатов тарифу, а вырученные средства – направляться на развитие сетей. Отсутствие инвест-программы позволяло бывшему руководству предприятия банковать тех условиями. Пока вы не выведете поступление денежных средств до разработки инвест-программы принятия советом тарифа на техподключение, пока вы не выведете на отдельный счет средств, вы ничего не увидите. У вас они все разбываются. Я вашему предшественнику полтора года назад об этом сказал. Выведите их на отдельный счет. Хорошо, сделался мне. И вы увидите, будете владеть ситуацией, какие же у вас средства есть. А так оно все вместе, очень удобно, понимаете? А то проревизировать очень тяжело. Вы же пришли, насколько я понимаю, по белому. Конечно, односладно. Но надеюсь. С проблемой водоснабжения курорта связан и вопрос работы диспетчерских служб коммунальных предприятий. От анапчан поступает очень много жалоб. Невозможно дозвониться по оперативным телефонам. Все дозвонятся внутри. Никто же по полчаса не сидит, не накручивает внутри. Потому что современное оборудование стоит на окональный телефон. Ставки. В своих диспетчерских службах. Чтобы каждый человек имел возможность дозвониться и получить обратную информацию. Анализ существующих рисков возникновения чрезвычайных ситуаций участникам КЧС представил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. От августа можно ожидать засуху, шторма, паводки и сильные донные течения. Проведена предварительная оценка всех объектов систем жизнеобеспечения. Их представители отчитались о проделанной работе. Всем службам необходимо помнить, что приближается самый непростой месяц сезона. И провести его на достойном уровне сегодня задача номер один. Эта служба, как говорится, и опасна, и трудна. И на первый взгляд, как будто не видна. Но если хотя бы один день на курорте дворники перестанут усердно работать, трудно даже представить, на что будут похожи городские улицы. Многие отдыхающие славят чистоту и порядок в Анапе. Но чистота не бывает, как по волшебству. Это ежедневный и кропотливый труд. В прогулочных зонах и местах оживленного пешеходного движения урны наполняются за 20 минут. И с таким же интервалом их опустошают сотрудники «Чистой Анапы». Дворники выходят у нас с 6 утра до 10, первая смена. Вторая смена у них начинается с часу до 4. Во время перерыва у нас остаются дворники, дежурят, смотрят за порядком в городе. Значит, ночью у нас проходит механизированная уборка, то есть мойка города, подметание. В течение дня днём у нас работает хака, подметалка маленькая, то есть она ещё в помощь дворникам. Засуха стала причиной раннего листопада. Платаны сбрасывают листву. Работа прибавилась в несколько раз, но в Анапе за каждой улицей закреплён сотрудник «Чистой Анапы». Работу дворников контролируют мастера. Так что весь город под контролем. Ни одна бумажка не останется незамеченной. Листопад раньше времени начался, но здесь ничего не поделаешь. Пусть люди идут навстречу, помогают нам, дворникам, потому что нужно всем помогать. Это наш город, нам нужно поддерживать чистоту. Елена Анапчанка выбрала работу дворника, чтобы оставалось больше времени ухаживать за больной матерью. Работа нормальная, зарплата достойная. 25 тысяч без разговора. Если хорошо будет человек работать. Миф о пьющем дворнике давно пора развеять. Таких сотрудников здесь попросту нет. Работа связана с риском. Близи проезжей части, с инструментами и непрерывным контактом с отдыхающими. Поэтому дворник сегодня звучит гордо. У меня специальность пола. Я очень уже устала. Плита горячая. И по состоянию тоже немножко тяжеловато. Возле плиты постоянно решила на свежем воздухе поработать. Хотя работа здесь тоже нелегкая. Особенно в сезон, когда отдыхающих становится много. Соответственно и мусора тоже. Отсидеться не получится. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Семечки зачастую достает работы дополнительные. Допустим, чистые дорожки только убрал. Стараемся поговорить, объяснить, что будьте почище. Ну а так, как обычно вроде бы. Конечно, вне сезона, зимний период. Нам легче значительно. Сейчас очень поток большой. У нас, допустим, сразу в Анапе заметно, что очень много дворников. Все работают, все трудятся. Александр переехал в Анапу из Тюменской области. Много профессий у него в арсенале. Работал в сфере обслуживания, в школе обслуживающим рабочим. А дворником в Анапе устроился по объявлению. И вот уже шесть лет трудится на благо курорта. Гордится тем, что делают вместе с коллегами. Лишний раз уже по привычке идешь. Даже бывает, что валяется бумажка. Уже вне своей формы, вне своей профессии убрать. Даже на пляж я хожу, с собой пакет и за собой, естественно, убираем. Чистота – дело общее. Дворники, конечно, пройдут с метлами и совками, приведут улицу в порядок всем на загляденье. Но порядок нужно начинать с себя, своего приусадебного участка при домовой территории, возле своих торговых точек. Тогда Анапа станет настоящей легендой красоты и чистоты, которую туристы будут рассказывать в своих городах. А то нередко так бывает, что там, где только что дворник прошел, беззастенчиво бросают окурки, пустые бутылки, обертки от мороженого. Работа ярмарок-привозов в самом разгаре. Весной по распоряжению главы города все они были приведены к одному стилевому решению. Да и продукция здесь кубанская, свежая, аппетитная. Предприниматели постарались, сделали ярмарки-привозы удобными и насытили их продукцией. Так что вывески в полном соответствии с ассортиментом. На сегодняшний день в нашем муниципальном образовании функционируют 18 площадок. Только в этом году добавилось две площадки. Это одна в микрорайоне Алексеевском и одна в районе ЖБИ на улице Краснодарской. На одной из таких площадок побывала и наша съемочная группа. Сказать, что было много народа, значит ничего не сказать. Бойко шла торговля и в рыбном отделе, и в овощном. Прежде чем что-то купить, покупатели могли бы продегустировать продукт. Будь это колбасные или кондитерские изделия. Те, кто отведал, как правило, от прилавка уже с пустыми руками не отходят. Прекрасная продукция, за плохой бы не ходили сюда. Огурцы дешевые, помидоры дешевые, по 30 рублей. Огурцы по 25, чего же не брать. Все желающие смогли приобрести свежайшие овощи и фрукты с кубанского подворья. Оценили праздничное оформление каждой ярмарочной палатки. В рамках фестиваля управлением сельского хозяйства администрации был организован конкурс на лучшую презентацию своей продукции. Так и Елена Гордиенко заняла первое место в номинации «Лучшее оформление торгового места». Фантазия приходит во время, когда начинаешь делать какую-нибудь первую поделку. А потом уже все произвольно, все получается само собой. Такие фестивали – лучшая возможность сказать анапским фермерам и предпринимателям спасибо за их труд и купить то, что душе приятно. В минувшие выходные в Анапе с размахом отметили День военно-морского флота. Праздничный концерт на театральной площади начали с истории. Анапчанам и гостям курорта рассказали, как и чем живет Институт береговой охраны ФСБ России. Масштабную концертную программу подготовили солисты и коллективы ВУЗа, а также творческие коллективы Анапы. В песнях и танцах прославляли морскую романтику, черноморские волны, легендарный российский флот. И, конечно, как же без легендарного «Яблочко»? Всеми любимые и такие душевные песни «Бескозырка», «Море-море» и черноморский гимн «Прощание славянки». Вспоминали тех, кто сложил головы за Отечество, курсантам желали легкой службы, чествовали ветеранов флота. И, конечно, равнение на сине-белое знамя, которое уже многие века заставляет сердце российских моряков биться чаще. Одна из крупнейших детских здравниц страны – санаторный комплекс «Жемчужин России» отметила свое 40-летие. За это время здесь отдохнули и поправили здоровье почти 1 миллион детей со всей России. Стадион «Антейна» 5000 человек полон. Трибуны расцвечены нарядными «Жемчужинцами». Многие зрители через несколько минут сами окажутся на сцене. Ведь дети здесь не просто талантливые. Многие из них – спортсмены, музыканты и акробаты. И вот, наконец, звучат фанфары, праздник начался. Со словами приветствия гостям праздника обратился учредитель детского лагеря Валерий Димоев. Он напомнил о славных страницах истории «Жемчужины» и пожелал ребятам отличного отдыха в обновленных санаториях комплекса. Поздравили детей и работников санатория друзья и партнеры из других регионов. Все 40 лет мы стараемся работать для вас. Для вас, для наших родных, для наших детей. Все, что сегодня делается, делается для вас. Вам нравятся «Жемчужины», ребята? Вы к нам приедете еще? Выступление юных артистов плавно перетекает в шествие всех корпусов лагеря. Все вместе устроили танцевальный флешмоб. Творческие коллективы санаториев постарались показать все, на что способны. Неподдельный восторг юных «Жемчужинцев» вызвал неожиданный сюрприз, подготовленный для них организаторами праздника – встреча с популярной в молодежной среде группой «Серебро». Программа концерта была крайне насыщена. Номера на любой вкус. Здесь и чемпионы России по футбеку с уникальным проектом, одновременно сочетающие в себе световое, танцевальное, спортивное и лазерное шоу, кубанские песни и танцы. Ребята с неподдельным восторгом встречали каждого артиста, но и не забывали делиться с нашей съемочной группой своими впечатлениями. Здесь классно, весело, позитивно. Мне здесь очень нравится. Я бы сюда приехала еще раз. Очень весело. Пока что это самый крутой лагерь, в котором я была. Очень хорошие условия для вожатых, для детей. Море, солнце. Все прекрасно. Мы воспитываем здесь деток. У нас 5 тысяч детей, самые лучшие дети, самые лучшие вожатые и самое лучшее руководство. Я в этот лагерь, если честно, приехала первый раз. Впечатления прекрасные. И надеюсь, что я приеду сюда еще не один раз. Все классно. Жанна, Россия, лучшая! Главный подарок ребят ждал в конце вечера. Любимец молодежи, группа М-Бэнд, на сцену выходила под оглушительные аплодисменты. Дети были в восторге и подпевали вместе с артистами. Она услышит, она на плаче, и я на стену великой бойцов на плаче. Чтобы детский лагерь и дальше процветал, не только дети, но и артисты решили оставить свои пожелания. Очень классная сама атмосфера детского лагеря. Это, как по мне, очень круто. Очень прикольно, что люди по отрядам делились по цветам. Это, на самом деле, такая прикольная фишка. Очень оригинальная. Во-первых, мороженое. Во-вторых, пироженое. Но это все шутки. На самом деле, чтобы было больше и больше деток, потому что все это нужно возвращать, чтобы действительно детки проводили здесь как можно больше времени. Больше спорта. Больше спорта – это самое главное. Действительно, здоровое тело, здоровый дух. Я желаю жемчужине России от всей души счастья. Главное, здоровья всем ребятишкам, которые сюда приедут. И чтобы сожигали здесь по полной. С Новым Рождеством! С Новым Рождением! В финале праздника ребят ожидало традиционное, но от этого не менее любимое зрелище – фейерверк. На короткое время небо над стадионом расцвело огромными огненными цветами, озарившими лица ребят светом радости, счастья и беззаботного лета. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Салон наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы новости, анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...